В современном мире для многих людей само слово «брак» потеряло какой-либо смысл. Многие решают просто жить вместе, не сковывая себя штампом. А правильно ли это? Верь раньше брак был чем-то священным, личным. Люди находили друг друга, женились. И проходили через все трудности бок о бок. Именно о таких, которые прошли кучу испытаний бок о бок, мы и поговорим в этой статье. Юрий Соломин и его жена Ольга Юрий и Ольга Соломины прожили в браке 62 года. Познакомились будущие супруги еще в Щепкинском училище, когда были студентами первого курса. После этого еще три года встречались, а затем поженились. Свадьба была максимальной скромной, если обычный ужин в кафе вообще можно назвать судьбой. Но ведь дело не в самом торжестве, а в том, насколько сильно люди любят друг друга. Своё жильё супруги смогли приобрести только спустя 10 лет после заключения брака, а в 1965 году у них родилась дочь Дарья. Ради дочери Ольга распрощалась со своей актерской карьерой, и вместо этого стала писать статьи в различные журналы, а в начале 80-х устроилась преподавателем в Щепкинское училище. В 2019 году Юрий Соломин остался один, его супруга Ольга ушла из жизни в возрасте 88 лет. Актер спасается одиночества благодаря своей работе. Владимир Зельдин и его жена Иветта Капралова Владимир и Иветта прожили в браке 52 года. Познакомились будущие супруги ещё в 1962 году, и с того времени жили душа в душу. Иветта была младше Владимира на 18 лет. Владимир Зельдин стал известен после выхода фильма «Свинарка и пастух». Владимир не был обделён женским вниманием, но, несмотря на это, всегда оставался верен своей супруге. Владимир не любил ходить по магазинам, поэтому все наряды подбирала ему жена, на глаз. Получается, благодаря Иветте, Владимир всегда был одет, с иголочки. Владимир Зельдин прожил 101 год. Последние годы своей жизни он был практически слепым, но всё равно продолжал выходить на сцену. О нём заботилась его любящая жена, которая после ухода Зельдина сама покинула этот мир спустя несколько месяцев, так как не видела жизни без своего любимого и незаменимого Володи. Урна с прахом Иветт была захоронена в могиле Зельдина. За всю свою жизнь супруги так и не стали родителями, поэтому продолжение рода после ухода не произошло. Анатолий Попанов и его жена Надежда Каратаева Анатолий и Надежда были в браке на протяжении 42 лет. Познакомились ещё со всем зелёными в Ивгике. И Анатолий и Надежда прошли фронт, поэтому знали цену жизни. Жили супруги очень бедно, но с приходом новых трудностей только больше начинали любить друг друга. В конце сороковых супруги стали работать в театре сатиры, а в 1954 году Анатолий и Надежда стали родителями прекрасной дочери Елены. После родов Надежда оставила свою карьеру. И всю оставшуюся жизнь посвятила семье, о чём ни капли не жалела. Анатолий в свою очередь оставался преданным и заботливым мужем. Анатолия Попанова не стала в 1987 году, а Надежда прожила ещё 32 года. Больше Надежда не вышла замуж, так как хранила верность своему единственному мужу. Понравилась эта статья, тогда не забудьте поставить ей лайк, а также подписаться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!